Статья составлена из показаний горца, бывшего казначеем у Гамзатбека и служащего ныне при войсках отдельного Кавказского корпуса переводчиком. Пятьдесят лет тому назад аварские ханы были сильны в Дагестане и нередко, предводительствуя толпами горцев, наводили страх на владетелей за Кавказского края, покупавших у них спокойствие значительную данью. В 1834 году, мужеский род аварских ханов был истреблен малоизвестным до того горцам Гамзатбеком, потрясшим в основании то уважение, которое питали горцы вообще к ханам. Чтобы сделать этот кровавый эпизод из истории Дагестана более ясным, не бесполезно будет ознакомиться первоначально, сколько позволяют имеющееся сведения, с происхождением, воспитанием и первыми действиями Гамзатбека, а потом уже описать его действия, как виновника истребления аварских ханов. Гамзатбек родился в 1789 году в аварском селении Гацатль, лежащем в 18 верстах к северо-востоку от Хунзааха и заключавшем в то время до 300 дворов. Он происходил от аварских беков-чанков, чанка-чи называются побочные дети-владетелей, а также рожденных от неравного брака. Отец его, Алискендер Бек, был уважаем аварцами за храбрость и распорядительность. В молодости своей он часто собирал скопища аварских племен, и пускаясь с ними в Кахетию, всегда возвращался с большой добычей. Али Султан Ахмед Хан, тогдашний хан Авария, во многих важных делах с ним советовался, и Алискендер Бек во всем оказывал ему полное содействие. В 1801 году, Гамзад Бек был отдан на воспитание вандаляльское селение Чох, к муле Эфенди. Одаренный хорошими способностями, он делал быстрые успехи в изучении арабского языка, находящегося у горцев в большом уважении. В свободное же от занятия время, любил стрелять из ружья, и живя против мечети, не раз повреждал меткую пулею поставленной на минарете знак Луны. Через 12 лет мула Эфенди умер, не окончив воспитание Гамзад Бека, который, имея страстную охоту к учению, отправился в Хунзах, где и продолжал брать уроки у главного Кадия Нурмухамёта. В Хунзахе вдова бывшего аварского хана Али Султан Ахмеда, хан Шибаху Беке, в вознаграждении заслуг и преданности к их семейству Алискендер Бека, поместила сына его в своем ханском доме, обходилась с ним как с ближайшим родственником и постоянно была к нему весьма ласкова. По окончании своего учения, Гамзад Бек возвратился в село Гатсатль, где и женился. Он был и от природы весьма умен, а учение еще более развило его способности. Главные черты его характера составляли – чрезвычайная настойчивость к достижению цели, решительность и веселость. Перейдя от умственных занятий к семейной жизни, Гамзад Бек начал искать развлечения и находил их в частых пирушках, во время коих употребляя чрезмерно горячие напитки, прослыл наконец человеком нетрезвого поведения. В продолжение нескольких лет он думал собственно об увеселениях, и хотя дядя и вместе тесть его, Иман Али, старался отвратить его от подобной жизни, но все увещания и просьбы оставались тщетными, до 1829 года, когда обратил на себя внимание горцев Кази Мула. «Беседуя однажды с Гамзад Беком о действиях первого возмутителя, Иман Али ему сказал, ты происходишь от Беков, твой отец был храбрый человек и делал много добра аварцам, а ты не только не хочешь последовать его примеру, но предался еще и разврату. Взгляни на дело Кази Мулаи, простого горца, и вспомни, что ты знатнее его родом и не менее его учился». Слова эти произвели магическое действие на Гамзата. Он молча встал, вышел из дома, оседлал любимого коня своего и уехал в селение Гимры. Кази Мула принял его со всеми восточными приветствиями и предложил действовать совокупно в распространении нового учения. Гамзад Бек охотно согласился на предложение и сделался самым ревностным помощником первого Имама. Они вместе склонили на свою сторону Хиндалал, Гумбет и Андио, и вместе нападали на Хунзах. Претерпев поражение под Хунзахом, Гамзад Бек возвратился в Гацаты, где и распустил находившихся при нем мюридов. Однако он недолго оставался в бездействии. Вскоре прибыло к нему несколько выходцев из Джара Белаканской области, скрывавшихся в селении Карадаа, Андалальского общества. Объявив о присоединении джарских аварцев к исправительной секте и о намерении их восстать против русских, они просили его прийти к ним с своими приверженцами, обещая беспрекословно повиноваться его приказаниям. Не решаясь исполнить их просьбу без совета Кази-Мулы, Гамзад Бек отправился к нему в селение Гимры, с предложением принять начальство над новыми сообщниками. Но Кази-Мула, вследствие ли претерпенного им поражения под Хунзахом, или не надеясь на удачу, отказался от предложения Гамзата и предоставил ему быть их предводителем. Возвратясь из Гимры, Гамзад Бек написал воззвание кандалайцам, гидатлинцам, карахцам и тлиссерухцам. Как на призыв Мулы стекаются правоверные в мечеть для молитвы, так жители этих обществ собирались толпами в селение Гацаты, жажде добычи и крови. Гамзад Бек в первый раз увидел себя повелителем такого огромного скопища. По прибытии к джарским аварам он взял с них, в залог верности, а монатов которых и отправил вандалайское общество, под присмотр преданных ему людей. В первых стычках с русскими отрядами, счастье благоприятствовало Гамзад Беку и он беспрестанно тревожил их нападениями. Наконец джарские авары были разбиты, покорены и лишились навсегда своей политической независимости и гражданского устройства, а земли их образовали Джаро-Белоканский округ. После этой развязки, Гамзад Беку ничего нельзя было предпринимать, тем более что в горах настала уже суровая зима. Глубокий снег не только затруднял дальнейшие действия, но делал даже невозможным возвращение в Дагестан его скопищ, которым надлежало переходить главный Кавказский хребет. В этих обстоятельствах, он вздумал лично вступить в переговоры с начальником бывшего тогда отряда в Джаро-Белоканском округе, генерал-лейтенантом Стрекаловым, обещая распустить Мюридов, если наше правительство назначит ему пожизненный пенсион. Возмутительные действия Гамзада заслуживали строгого наказания, предложенное же им условие могло только удивить, и генерал-лейтенант Стрекалов ограничился лишь его арестом. Оставшиеся в Джаро-Белоканских горах Мюриды, лишась своего предводителя, не осмеливались более нападать на русских и вскоре разошлись по домам. Арест Гамзад Бека в Тифлисе недолго продолжался. Вследствие просьбы генерал-майора Аслан-хана Казякумухского, Стрекалово, он был отпущен на родину, а в залог верности Аслан-хан представил племянника его Кои Хасрова. Благодарный своему Избавителю, Гамзад Бек отправился к нему в селение Куммух, где беседуя о разных предметах, склонил однажды разговор на аварию. Разговор этот, как мы увидим, имел огромные последствия. Аслан-хан, вскоре после смерти аварского хана Султан Ахмета, просил руки дочери его, Султанат, для сына своего, Магомед Мирзы и получил на это согласие от матери ее, Ханши Бахубики. Вслед за тем изъявил свое желание на вступление в брак Султанат и нынешний Шамхал Тарковский, Абу-Муслим-хан. Сравнивая двух женихов, Ханша решилась изменить данному уже обещанию Аслан-хану и отдала преимущество Шамхалу, как более богатому и родственно близкому. Не имея в то время средств отмстить за сделанную ему обиду, Аслан-хан перенес ее, но не мог забыть и желание мести в нем не угасало. Коснувшись же разговора с Гамзатбеком об аварии, он видел в этом предприимчивом человеке своего мстителя. А потому, поведя искусно рассказ о богатстве аварских ханов и украсив восточными цветами обладания властью ханскую, Аслан-хан сказал ему, знаешь ли от чего разрушились все планы твои и Казимулы при штурме Хунзаха, и от чего все твои дальнейшие действия на аварию будут рассыпаться как известковый камень, падший с вершины утеса. Тебя чернит перед народом ханша Бахубики. Слова ее тоже, что Коран для правоверных, и пока будет жизнь в этом для тебя змеином жаля, ты много употребишь трудов и времени, чтобы осуществить первое предположение Казимулы и воздвигнуть новое здание. Гамзатбек встал, вынул шашку из ножен и произнес следующие слова. Видишь хан эту шашку? У нее двойное острие. Иду вперед, вскричал он, взмахнув шашкою к стороне. Где лежит Хунзах? И хотя коварные внушения Аслан хана глубоко запали в душу Гамзатбека, и еще более развили его честолюбивые замыслы, однако при прощании он объявил, что решился прежде всего, во что бы то ни стало, уничтожить крепость Новые Закаталы, которая весьма много мешает набегам на Кахетию и вообще на Грузию. Это неожиданное намерение Гамзатбека было весьма противно желанию Аслан хана, проникнуто умщением к хан Шабахубике, и потому он старался направить мысли его собственно на овладение Хунзаахом. Но когда все увещания остались тщетными, то Аслан хан предоставил ему действовать по своему усмотрению, прося только не вмешивать его в войну с русскими и обещая всевозможное пособие, только в том случае, когда он устремит все свои силы на овладение Аварским ханством, и столицей его, Хунзаахом.